С Евгением сейчас познакомлю, Дикман, в Германии психолог. Ну, чисто говорит по-русски, естественно, потому что она туда приехала из России, но она профессиональный психолог, занимается с немцами именно на немецком языке и там прочее, прочее, прочее. Сейчас она пишет научную статью. И вот о чём мы говорим. И я сейчас вам, всем, друзья, хочу сказать, что на самом деле существует стресс, это мы все знаем. Но мы никто не знаем, что стресс это есть, изменённое состояние сознания. Это транс. В неуправляемой трансе есть стресс. А в изменённом состоянии сознания, как многие знают давно, там могут какие-то мысли, которые возникают, автоматически трансформироваться. Эти установки в психофизиологические доминанты. И поэтому, если у вас возник стресс, то на пике этого напряжения, состояние изменённого сознания, если вы подумали, вот теперь буду болеть, или теперь у меня ничего не получится, то это становится такой фобической реакцией. Потому что доминанты, а доминанты имеют способность, по-уктомскому, имеют способность распространять своё влияние на все уровни психиорганизма. И получается, что когда человек в стрессе, то есть в изменённом состоянии сознания, то есть в трансе, у него могут формироваться вот эти негативные установки. А при этом, если человек научился с помощью метода ключ, управлять своим состоянием, сбрасывать стресс, то есть выходить на нормальное состояние, а в нужный момент и на трансовое состояние, то там он сам себе может создавать эти установки, которые автоматически трансформируются в психофизиологические доминанты. То есть уже эти навязчивости сам себе может создавать позитивные. Например, любовь к изучению немецкого языка, или любовь к написанию статьи новой, или любовь к какой-то новой профессии. То есть он может регулировать свои мотивации, потому что на пике напряжения, то есть в стрессе, то есть в трансе, то есть в изменённом состоянии сознания, можно с этим работать для своего блага, для своей пользы. Вот о чём мы сейчас говорим. И Женя сейчас в Германии на немецком языке для научного сборника пишет об этом статью. Да, Женечка, да? Какая ты молодец! Вся школа Homo Futurus тебя приветствует, и мы ждём твоего материала в опубликованном виде. Давай, дорогая, до связи. До связи.